Мы находимся на автовокзале. У нас красный автобус, да, мама? Ладно, что мы находимся на автовокзале. Значит, мы пришли сейчас покупать билеты до Новороссийска и спрашиваем, а сколько вообще мест заполненных в автобусе? Ну, чтобы нам либо покупать места на детей, либо на коленки их себе, да? Дети не маленькие, поэтому на коленках как-то тяжковатые к вести. И она говорит, а вы к чему, говорит, интересуетесь? А я, говорит, сейчас в милицию, говорит, позову. Мы просто встали и думаем, а в чём сядь? Ну, сейчас, говорит, проходит антитеррор, говорит, вдруг вы с этой целью интересуетесь? Мы просто офигели. У нас аж до речи пропал. В четыре раза мы сказали, что мы с детьми, что нам нужно до Новороссийска, что нам нужно два билета. И она всё равно в конце переспрашивает. Что, покупать будете? Красивая, красивая. Спасибо. У нас видео. У нас подниматься не может. У нас видео. Для людей неестественно, что человек может сидеть и так снимать себя. Нормально так снимать себя, да? У меня не идёт дождь. Простите. Это не нас сейчас заглашают. Это примут ещё. Не доедем. Не доедем снимать с автобуса. Капец. Капец. Полный. Не, ну как, тёпчё. Красивый, да, автобусал? Красивый автобусал. Да. Я до сегодня ненормально выгляжу. Странно, Даша. Маша, смотри. Я опухшая. А? Опухшая, Валерий. Где? Нет, я опухшая от недосыпа. Я так хочу поспать. Я сегодня все пути отхода искала. Чтоб не поехать. Ну, надо ехать. У нас пришла посылка в Новороссийск. Поэтому мы встали. Время сейчас 8.30 утра. Сейчас 20 минут у нас в автобусе. Поедем в Екатеринбург. Нам отправили документы. Мы поедем забирать Новороссийск. Да. А потом приедем, короче, обратно. И сразу я на работу пойду. У меня собрание 3 часа. Собрание чего? Коллектива. Интересно, какие горячие темы возятся. Собрание, да? Сугаринг бикини. Хлубокий бикини. Хлубокий бикини. Дизайн бикини. Дизайн бикини, да. Вы мне можете сделать елочку? Я, конечно, понимаю, что не Новый год. Но мы же были так приятны. Я представляю, как ты угораешь там на дне. Нет. Нет. Нет, она не угорает. Не угорает. Это моя работа. Она не угорает. Угораю я. Елочка. А что еще можно сделать? Какие рисуют? Луну, треугольник. Кого? Луну, треугольник. Почему луну? Ты прямо вот эти полосы прорисовываешь там. Серьезно? Я умываю орудие. Профессионал от бога просто. А можно сделать глаз? Прорисовать. Прям леснички прорисовать. Серьезно? Ну, специальная краска. Ну, типа, ну, там, какой дизайн бикини. Мне дизайн не сделать. Короче, ладно, не вникай. Мне дизайн не сделать. У меня от природы дизайнерская. Спасибо, мама. Узоры. Узоры. Ты хочешь сказать, что у тебя там все в узорах? Естественно. Мехенди. 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 Да. Да. Да ладно. Я была в Индии, обязана знать. Какая разница? Мехенди, Мехенди, Мехенди. Что-то еще хотела? Блин, у меня рука еще затекла. Вот кошмар, да? Все. А, ладно, потом снимем еще покажем, что ли. У нее рука просто затекла. Мы, в общем, сели. Кстати, когда монтирую видео, всегда слышу вот эту фразу. Ну, в общем. Я видео, каждое видео начинаю. Ну, в общем. Слово паразит. Слово паразит. Ты не выспалась? Нет. Утро. Я спать хочу. Ой, затюрка. На самом деле, сразу видно, что мы с Урала, потому что мы выглянули в окно, и показалась нам пасмурная такая погода, шел дождик, и мы, в общем, думали, что на улице капец, как холодно, в 18 градусов. Я делюсь просто в толстые куртки, кофты, кроссы. Детей снарядили. А вообще, вот даже в кофте было бы нормально, если честно. На улице тепло. Скажешь что-то вообще, женщина с Урала? Женщина с Урала, оделась так тепло, что капец. Вот, да, ведь русские женщины? Мне кажется, я и вря сегодня с утра помыла. А я тебе говорила, я тебе говорила, зачем ты моешься? Ты сейчас, сейчас дождик прокапает, у тебя голова намокнет. Куртку оденешь, вспотеваешь. Огонь. Красава. Да и пофиг, что там. Конечно. Зато мы в Новороссийске. Удивила кого-то вообще. Меня Новороссийске не удивить. Если бы я приехала в Токио. Я имею в виду не на Урале. Ааа. У них там снег. Ну да. Да, в Екатеринбурге сегодня снег выпал. Огонь вообще в мае просто. Снег выпал, снег. А у нас уже люди купаются. Ну. А зачем? Ну тормоз. В общем, мы... Почему дождик такой пошел? Вставай свой меч сзади. Давай, давай, Вова, вот так, давай. Ну так ты че? Держи. Ну так ты нормально сделаешь. Оп. Первый меч. А, и дождик кончился. А, нет, не кончился. Второй меч. Ну и я кудрявая пойду. А, я тоже. Я всегда кудрявая. Че, у меня дождик. Мои прически не поколебрить сегодня ничего. Потому что ее нет. Мы хотели обсудить такую тему. У них вела какая автомойка. Смотри, огромная. Управляющая, наверное? Ну, вы поняли, да? Че, дождик усилился, смотри. Почему мы выбрали не Новороссийск, большой город, и Геленджик? Можешь ответить на этот вопрос? Потому что Геленджик – это такой курортный город. Тайповый город это. Я там город, я там город. Все чистая, экология. Ну, для детей это отличный вариант для жизни. А для нас с тобой? Вот если брать... Мой посмотрим. Если брать категорию людей от 20 до 30, им бы было интересно в Геленджике жить? Летом, да. Зимой нет. А почему зимой нет? Ты же не жила жил в зимой. Откуда ты знаешь? Ну, там скучно. Там нету ничего. Хорошо. Давай рассмотрим такой вариант. Вот ты в Екатеринбурге, наверное, тусила по клубам, по капышкам. Нет, я в плане того, что там нету такой инфраструктуры, никакой работы. Что прям постоянно. Что? Я не знаю, ногой, доча. Рук не хватает у тебя, да? Подолю с тобой. Не хватает руки, Киса? Как я, говорит, буду печеньки есть. Рук не хватает. Мы сегодня вообще приехали в Новороссийск, потому что нам пришла посылка с Екатеринбурга. Там отправляли нам документы родители, ну и личные какие-то вещи. Посылка у нас, это шла 15 дней через компанию Энергия. У нас две компании, которые пересылают сюда посылки. Это Энергия и ПЭК. Вот ПЭК, через который мы посылали первый раз свою посылку, 150 килограмм, которая обошлась на 5000 рублей. Она пришла буквально за 7-10 дней, наверное, сюда. А вторая наша посылка, она поменьше объемом, гораздо поменьше объемом. Я не знаю, сколько за нее заплатили, потому что при отправлении там заплатили. И получилось, что 15 дней я нашла. В принципе, посылочка. Алена тащит посылочку. Вам документы. Документы, да. Так что, если вы хотите что-то отправить, то с Екатеринбурга эта посылка придет до Новороссийска на Луначарского, 30. Если кому-то будет нужна информация. Очень удобно. Хоть что можно отправить, любой вес. Вопрос стоимости и все. Мы едем с Новороссийска. Мы сели в этот потный автобус. Потели нафиг все. И нас спасли. Мы попросили мальчика. Открыли нам этот люк, который в крыше. Мне кажется, мы сейчас круче все из-за всего автобуса. Не кажется? Что, ручкой помоши? Ютуб, скажи. Ютуб. Алина. Улитка всегда. Лера, хочешь что-то сказать? Я реклама. Она жива. Она жива. Нифига, как парни смотились. Ты видела, как они смотились? Наверное, тоже подумали, что вы делаете. Ну, они все же смеют. Все, все. Я завязываюсь. О, нифига, красиво. Тьфу. Тьфу. Ну, да. Упс. Черт. Вот и хмурая погода, даже горы не видны. Странно, в Новороссийске солнце не хрячет дождь, но в Российске приехали солнце, а тут приехали обратно опять дождь. Работаем, в квартирке пока все. Даже горы не видно, офигеть, идет дождик. Ну и сильно холодно, комфортно. Капец просто идет дождь. А мы смотрим квартиру, просто молчим. Капец. Время полвосьмого, я сегодня пораньше опять иду домой. Да, девочки, у меня уже дома. Алина сегодня устала весь день была. Просто со мной на работе моталась. Извини в Новороссийск ужас. В общем, не день. Да это капец. Хотела рассказать о том, что очень плохо сейчас выгляжу. Ну на ночь-то ладно, можно. Главное, утром хорошо влезь. Это, а то мне погода и просто все мысли сбила. Давай теперь тогда ты толкни речь какую-нибудь умную. Всем доброй ночи. Я сегодня тоже выгляжу ужасно. Встала в 6 утра. Я такая просыпаюсь сегодня. Посмотрю, она ходит кофе пьет. Да ладно, я думаю, серьезно. Она ведь реально подготовила, встала, все там как надо. Посылка ведь от мамочки. Посылки, конечно. В общем, давайте, ребятки, спокойной ночи. Приятных снов. Я тоже пошла. Пожду. Пожду.